Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг призвал Турцию использовать своё влияние для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушаглу, передаёт Daily News. Стороны должны понять, что им следует прекратить боевые действия немедленно. Военного решения нет, сказал генсек НАТО. Со своей стороны глава МИД Турции заявил, что единственный путь урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта – это вывод армянских войск и возвращение территорий под контроль Азербайджана, пишет Анадолу. Чавушаглу добавил, что Баку пока не обращался за помощью, однако если подобное обращение поступит, то мы, не задумываясь, протянем руку Азербайджану. Последние 8 дней стали самыми смертоносными в регионе с середины 90-х годов, когда было убито около 30 тысяч человек. Боевые действия вышли за пределы спорного региона. 4 октября Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные обстреляли ракетами его главный город Степанакерт. Баку заявил, что с территории Армении велись ракетные обстрелы по нескольким городам Азербайджана. Международное сообщество призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Тем временем мировые обозреватели называют бои в регионе самыми интенсивными за последнюю четверть века и опасаются начала новой полномасштабной войны, в которой могут принять участие два влиятельных союзника противоборствующих стран – Турция на стороне Азербайджана и Россия на стороне Армении. Всплеск насилия на линии соприкосновения не является неожиданным, но вызывает глубокую тревогу, констатирует Ян Келли, экс-посол США в Грузии, советник программы международных и региональных исследований в Американском Северо-Западном университете. Причём опасаться, по мнению дипломата, следует не только человеческих потерь со стороны Армении и Азербайджана, но и, возможно, распространение конфликта в регионе. Последняя Карабахская война, точкой отсчёта которой считается 1988 год, унесла десятки тысяч жизней, более миллиона стали беженцами. Тысячи домов были разрушены, а некоторые сёла и города стёрты с лица земли. Затем, по условиям перемирия, подписанного в 1994 году, армянские силы образовали вокруг Карабаха пояс безопасности, взяв под контроль семь соседних районов Азербайджана. Тогда же стартовал переговорный процесс, который сегодня курирует минская группа ОБСЕ во главе с представителями России, Франции и США. Однако последние 10 лет подвижек в переговорах нет. В то же время стороны всеми силами наращивали военный потенциал, а в регионе то и дело вспыхивали конфликты. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!